Друзья, всем привет! Сегодня на обзоре новый, интересный, гибридный, переменный ND-фильтр от компании Freewell VND CPL 3.7 стопов V2. Что нам обещают? Естественно, магнитность, естественно, гибридность VND CPL, 3-7 стопов затемнения и True Color. Это все мы обязательно с вами проверим. Коробка премиальная, комплект тоже. Такую вещь прям не стыдно подарить. В самой коробке нас встречает, естественно, макулатура с гарантийными талонами, с наклейками Freewell и их кейс нового образца. Для хранения и транспортировки. Конечно, жесткий кейс на молнии мне нравится больше, но кому-то такая история тоже нравится. На обратной стороне кейса у нас есть полукольцо, на которое можно повесить карабин, чтобы это все закрепить на штативе. Вот эта штука, кстати, удобна, это мне понравилось. В самом кейсе у нас есть несколько отделений. Основное для фильтра с защитными крышками и еще несколько отделений для вот таких магнитных колец для установки этого светофильтра. Светофильтр, вот этот VND37V2, он идет единственного диаметра. Посадочная резьба здесь 86 мм. Я специально померил штангенциркулем. То есть классические какие-то переменные НДшники и другие у нас идут разного диаметра. Можете взять напрямую под свой объектив. А здесь вам придется брать именно вот эти переходные кольца магнитные, которые, естественно, отдельно стоят денег на официальном сайте. Либо использовать бутербродную систему переходных колец. То есть в данном случае у меня Sony 20K1.8, кольцо 67 на 82. Сюда я ставлю вот это кольцо 82 мм и уже могу закреплять этот светофильтр. По самому светофильтру есть передняя магнитная крышка. В принципе, вы все это знаете, я просто это вам показываю. И, соответственно, задняя тоже магнитная крышка. Вы все это сейчас видите на своих экранах. И вот сам светофильтр у меня остался в руках. Переменный, гибридный. Выполнено все, на первый взгляд, супер качественно. Офигительный металл. По дизайну все замечательно. Но вот эти винты, они все просто нереально портят. Они супермаленькие. То есть вот эти винты, которые будут зажимать ваш светофильтр на переходном кольце. Чуть их вывернул посильнее и они тут же вылетают. Естественно, эти винты на сайте можно купить отдельно. Потому что они будут теряться. То есть если вы чуть пролюбите где-то, он упадет в снег, например, или в грязь, в песок. И все, вы его больше никогда не найдете. Накручиваем магнитное кольцо. И вот так легко ставим светофильтр. Соответственно, если мы его просто вращаем, вот так при магнителе, и просто вращаем, мы управляем поляризацией. Для того, чтобы менять затемнение, нам нужно затянуть оба винта. И вот внешнее кольцо очень плавно будет управлять затемнением. Я две недели тестировал этот светофильтр. Сейчас у нас зима, минус 5, где-то средняя температура минус 10. И на минус 5, через полчаса, смазка внутри, между вот этими половинками светофильтра, начинает замерзать. И его практически невозможно провернуть. Я впервые такое встречаю. Но вот такая особенность, такой нюанс есть. Естественно, я ждал солнечную погоду, потому что этот светофильтр идеально при работе с объективами 2.8, то есть какой-нибудь Tamron 2875-2.8, который у меня есть. Я дождался солнечной погоды, чтобы в полной мере его протестировать. Вместе с ним мне прислали также Glow Mist 1.4, магнитный, который идет именно для этой системы. По комплектации, в принципе, тут попроще. Тоже макулатура, бумажки, наклейки. И вот в таком кейсике у нас идет, соответственно, Glow Mist фильтр. Они есть Snow Mist, есть Glow Mist. Чем они отличаются? Я без понятия, нигде я этого не нашел. И этот Mist фильтр вы можете использовать только вот так. Все, больше никак. То есть только поверх вот этого 3.7 стопов переменного ND-шника. Отдельно на кольцо вы его никак не установите. Только поверх вот этого переменного ND-шника. Никакой резьбы на этом Mist фильтре нет. То есть никуда вы его больше не сможете использовать, и он большой. То есть он там 86 мм или еще больше даже. Никакой резьбы с внешней стороны этого переменного ND-шника тоже нет. То есть все заточено на использование чисто с магнитами. И при этом, если вы поставили на сам переменный ND-шник Mist фильтр, то вот эта магнитная крышка, она уже так еле-еле сюда пришлепывается и практически не держится. Если у вас в рюкзаке она слетит, естественно, она все поцарапает. А вот на самом фильтре магнитная крышка держится очень хорошо и никуда не слетает. И в итоге по конструктиву-то как бы, ну, все прикольно, все симпатично, все нравится. Но вот эти винты, ну, как по мне, это провал. Винты, вот это, это, это вообще прям не прикольно ни разу. На этом с комплектацией и осмотром внешнего вида, я думаю, можно заканчивать и уже смотреть, как ведет себя этот фильтр непосредственно в работе. И я буду показывать тесты сразу с солнечного дня. То есть у нас 1,5, 2,8 ISO 200, ППО 28 мм, Тамрон 28-75, 2,8, Sony A7S III. И мы видим, что на 28 мм есть темные углы от вот этого ND-шника. То есть, несмотря на то, что он супер большой, очень большого размера, очень большого диаметра, у нас все равно есть темные углы даже на 28 мм на Тамроне. Хотя там, на самом деле, нечестные 28 мм, там поуже, там где-то 30 с копейками. И, соответственно, вот такой вот розовый оттенок у нас приобретает наше изображение. Если мы посмотрим изображение без фильтра, то оно выглядит теплее. На трех стопах, кстати, он более-менее нормальный, вот этот ND-шник. На пяти стопах еще так, с натяжечкой, я бы так сказал. Но семь стопов здесь, ну, такие посредственные, просто посредственные. И вот эти вот затемнения, вот в двух углах, вот в этих, именно вот с розовым оттенком, ну, они выглядят как-то вообще странно, на самом деле. Здесь же можно посмотреть еще на картинку с мист-фильтром. То есть, если мы накидываем мист-фильтр, что у нас меняется? Ну, как по мне, чуть меняется контраст, и больше ничего в этой сцене. Работу поляризационного фильтра лучше показать вот в этой сцене, 50 мм, 2,8. И при изменении эффекта поляризации мы четко видим, как у нас прорисовывается небо. Но при этом смотрите, как меняется оттенок в кадре. Сейчас давайте посмотрим, как ведет себя этот ND-шник вместе с глоумистом. Сейчас у нас 75 мм, 2,8, 200, ППО, 6 стопов затемнения. Вот я накидываю глоумист. Одна четвертая глоумист. Что-то поменялось, сильно как-то что-то поменялось, добавилось какое-то сильное свечение. Вот именно здесь, где снег на веточке или нет. Вот я снимаю глоумист. Что-то изменилось? Хм, вот я опять поставил глоумист. Напишите в комментариях, что-то меняется явно или нет. В тестах с глоумистом явно меняется, когда есть небольшой контровый свет. Даже если он не попадает в объектив, ну, явно солнце не попадает в объектив, то вот с глоумистом эффект будет очень сильный. Прям вот такая дымка-дымка в кадре. Кому-то такое определенно нравится, кому-то не нравится. Ну, вот так, без глоумиста. Это, опять же, 75 миллиметров. Там рон 28-75. Здесь где-то 6 стопов затемнения на вот этом Freewell 3.7 V2. Вот такая картинка. И обязательно картинка с моим фейсом в кадре. Вот сейчас смотрим мы картинку без мист-фильтра. ББ везде выставлен на солнечный день. И вот сейчас я буду устанавливать глоумист. Вот я его установил. И вот такая картинка уже с глоумист-фильтром 1.4. В целом, очень годно, как по мне. Очень годно. На 50 миллиметрах прям нормально. И давайте я покажу вам еще несколько материалов. 28 миллиметров. 1.5, 2.8 ISO 200. 7 стопов затемнения. Опять же, там рон 28-75. Вот такая картинка. Ну, как по мне, очень явный такой розовый оттенок у нас присутствует. Это, опять же, тот же Freewell 3.7 стопов. И теперь картинка без какого-то ND-шника. 1.6400, 2.8 ISO 200. И здесь мы видим более такую нейтральную картинку без явного color shift, который есть в этом ND-шнике. И вот давайте сейчас я сделаю первый вывод за сегодня. True color здесь нет. Да, по-честному. True color здесь и не пахнет. Потому что на трех стопах, ну, более-менее нормально. К пяти стопам уже начинает что-то проявляться. А вот на семи стопах, ну, ребят, ну, за такие деньги, за такую цену, ну, вы чего. Есть ND-шник, который я многим рекомендую. Переменный 3.7 стопов, опять же, с поляризацией. Это хайда. Мне никто не заплатил за нее. Хотите, не верьте, пожалуйста, есть обзор на канале. И я обязательно сравнил, как бы, его с вот этим Freewell. А сейчас давайте посмотрим тест сравнения Freewell 3.7 с хайдой 3.7. И, соответственно, посмотрим, есть падение детализации или нет. Без фильтра. И Freewell 3 стопа. Все это снято на Sony A7 III. 20 миллиметров, 2.8. Параметр вот здесь, в левом нижнем углу, вы видите. Как бы на трех стопах, то он прям годный. Если мы посмотрим на падение детализации, конечно, 24 мегапикселя, но все равно достаточно показательно. Падение детализации здесь нет. Все шикарно, на мой взгляд. И вот дальше начинается. То есть 4 стопа. Еще более-менее нормально тоже, опять же, да, на 20 миллиметрах. Я понимаю, что не рассчитан, как бы, этот переменник на такие издевательства. 20 миллиметров на полном кадре. Но все же, как бы, я делаю такие тесты. И вот здесь на 5 стопах уже начинается. Видите, розовый лезет. 6 стопов еще сильнее лезет. И 7 стопов лезет еще сильнее. Да, кто-то может сказать, что менялись погодные условия. Но я быстро снял фильтр, еще сделал кадр без фильтра. То есть этот второй кадр без фильтра. Видите? То есть какой color shift. Если посмотреть на падение детализации вот на этих двух фотках, то есть на 7 стопах Freewell и без фильтра, его нет. Ну, по большому счету, просто нет. И вот давайте посмотрим еще две фотки. То есть я просто провернул поляризацию. Здесь, видите, вот она. Вот она затемнение, и вот она затемнение. И я провернул. То есть сделал сверху и снизу. И здесь более-менее приемлемо. Но вот в этой области и в этой области мы получаем розовый тинт. А здесь как бы, ну, получше. Как по мне, ребят, опять же, вот я эту фразу буду повторять весь обзор. За эти деньги должно быть лучше. Должно быть лучше. Я понимаю, что компания Freewell на меня обидится в очередной раз, но я делаю честный обзор. Такой уж я человек, по-другому я не могу. И вот эта штука за 5000 рублей на авито за 82 резьбу, она просто уделывает этот Freewell. Да, у нее нет магнитности, но магниты, как показала практика, у Freewell устаревают. И теперь Хайда. Да, у Хайды как бы есть Color Shift прям сразу с трех стопов. Он небольшой совершенно, но этот Color Shift стабильный. Видите? То есть 5 стопов, 6 стопов, 7 стопов. И двигаю поляризацию. То есть везде Color Shift стабильный. Если мы посмотрим на 7 стопов и без фильтра, у нас практически не меняется картинка. Если мы посмотрим на падение детализации, его тоже нет. Да, у Хайды есть вот этот момент, то, что у нас как бы углы, они вроде бы еще больше, но у них не меняется тинт в этих углах. Понимаете, в чем самый прикол? И если мы просто эти углы подвинем, чтобы они были сверху и снизу, у нас в принципе нормальное изображение. Давайте сравним с изображением без фильтра. Видите? То есть это масками еще можно как-то сделать, просто экспозиции выровнять. Чуть, да, есть у нас чуть вот этот Color Shift. Но если мы посмотрим и сравним еще с Freewell 3.7, Freewell очень явно выделяется. Просто очень явно выделяется. Я ждал определенно большего за эти деньги, за эту цену. И когда я только распаковывал, вот это все впечатление от распаковки, я думал, ну сейчас они удивят. Ну сейчас они удивят, сейчас будет очень круто. Потому что я прям ждал, что будет круто. Но, к сожалению, к сожалению, и вот эти истории с мист-фильтрами магнитными сверху, да, тоже прикольно. Но, к сожалению, этот фильтр можно юзать только от 35 миллиметров на полном кадре. Да, там его можно использовать. Но при этом нужно быть максимально внимательным, чтобы не протерять вот эти винты. Потому что 4 штуки, по-моему, стоят там 5 долларов, что ли, на официальном сайте. И найти такие маленькие крошечные винты будет очень тяжело. И по итогу мне добавить больше нечего, ребята. Покупать или нет, решайте сами. Я тут не могу за вас решать, что брать, что не брать. Я лишь могу делать честные видосы и вот публиковать их для вас на YouTube. Если вы хотите чуть больше контента, исходники и первые впечатления от каких-то девайсов, обязательно подписывайтесь, проходите на мой Boosty аккаунт. Там очень много уникального контента. Ну а на сегодня у меня для вас все. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Всем пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok